Экономика России должна стать четвертой в мире. Золото бьет ценовые рекорды. Акции норникеля подешевеют в сто раз. Россияне торгуют криптовалютой на триллионы рублей. Налоги для богатых вырастут. Количество долларовых миллиардеров растет. Цены на кофе взлетели до максимума за 16 лет. На связи Глеб Задоя. Инвестирую более 18 лет и 15 лет профессионально занимаюсь трейдингом. Уже более 20 тысяч инвесторов и трейдеров прошли обучение под моим руководством. Ставь лайк, подписывайтесь на канал. Здесь все про грамотные инвестиции и прибыльный трейдинг. Начнем с мировых новостей. Инфляция в Турции выросла до 68,5% несмотря на продолжающееся повышение процентных ставок. Эрдоган заявил, что Турция ускорит борьбу с инфляцией со второй половины года. Цены на медь достигли 14-месячного максимума на фоне риска сбоя поставок. Bloomberg сообщает, что китайская компания Huanghi Cooper ожидает роста цен на медь во втором полугодии после того, как федеральная резервная система снизит процентные ставки. В компании полагают, что рынок должен сохранить жесткий баланс, поскольку предложение сокращается, а потребление неуклонно растет из-за спроса на возобновляемые источники энергии. Цены на кофе взлетели до максимума за 16 лет. Майские контракты на сорт Robusta на бирже Ice в ходе торгов подорожали на 4,8%, а с начала года кофе подорожало почти на 24%. Их цена составила более 3800 долларов за тонну. Золото продолжает бить ценовые рекорды. Новый исторический максимум выше 2300 долларов за тройскую унцию. Говорят, что главная причина этого в том, что ФРС все ближе к снижению процентных ставок. Ралли также подогревает геополитическая напряженность и устойчивый спрос со стороны Китая. JP Morgan называет золото выбором номер один среди сырьевых товаров. Акции российских золотодобытчиков дорожают на фоне роста стоимости золота до рекордного уровня. К российским новостям. Михаил Мишустин заявил, по итогам 2023 года, по предварительной оценке Росстата ВВП увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран. Мишустин во время подготовки проекта бюджета на 2024 год предупредил о необходимости сохранять прагматизм и избегать чересчур оптимистических прогнозов. А вот Владимир Путин поручил сделать экономику России четвертой в мире к 2030 году. Президент поручил правительству принять меры, которые обеспечат вхождение к 2030 году Российской Федерации в четверку крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта, который рассчитывается по паритету покупательской способности. Правительство должно отчитаться перед главой государства об успехах до 31 марта 2025 года. Россия, судя по всему, должна обойти Японию в рейтинге. Про бюджет. Консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-феврале 2024 года по предварительной оценке выполнен с дефицитом более 400 миллиардов рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. Доходы федерального бюджета в январе-феврале по данным ведомства составили более 5 триллионов рублей. Про изменения в налогах. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что россияне будут платить 20% по доходу налог с годовой суммы доходов 5 миллионов рублей и выше. Кроме того, налог выше 12% будет взиматься суммой дохода в 1 миллион рублей. Закон о новой системе налогообложения в России должен быть принят к 31 июля 2024 года. Такое поручение дал президент Владимир Путин правительству. Новости Московской биржи. Во-первых, индекс Мосбиржи поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года. Московская биржа допустит к торгам с 12 апреля 2024 года акции микрофинансовой компании «Займер». Это следует из сообщения торговой площадки. Акции будут включены в третий уровень листинга тикер «Займ». «Займер» — это финтех-платформа, которая занимается выдачей займов онлайн. Компания специализируется на дистанционной выдаче физическим лицам микрозаймов до зарплаты. Дивидендная политика компании устанавливает целевой объем дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли и предполагает возможность выплачивать дивиденды на ежеквартальной основе. Чистая прибыль в 2023 году по МСФО составила более 6 миллиардов рублей. Друзья, если вы хотите разобраться в том, как работает фондовый рынок, хотите создать капитал и перестать сливать свои деньги или хотите научиться зарабатывать деньги на валютном рынке, то у меня для вас есть хорошая новость. Прямо под этим видео в описании, а также в первом закрепленном комментарии есть ссылки на мои два авторские совершенно бесплатные видеокурса по фондовому рынку и по валютному рынку. Переходите в описании либо в первый закрепленный комментарий и забирайте эти курсы совершенно бесплатно. Русал за два дня вырос на 15%. Причина простая. Русалу принадлежит 27% акций норникеля. Акции норникеля сейчас проходят процедуру так называемого сплита, когда акции дробятся в соотношении 1 к 100. После сплита стоимость акций норникеля составит 150 рублей, что сделает их более доступными для частных инвесторов. Мосбиржа со 2 по 7 апреля приостановила торги акциями норникеля в связи с предстоящим дроблением. Торги по новой цене возобновятся 8 апреля и думаю они подорожают. По данным Банка России объем операций россиян с крупнейшими криптовалютами на биржах на конец 2023 года составил почти 4,8 трлн рублей. В годовом отчете регулятор назвал уровень вовлеченности россиян потенциально высоким. Количество долларовых миллиардеров в России выросло за год со 110 до 125. Это фиксирует Форбс. Их совокупное состояние выросло с 505 до 576 миллиардов долларов. Рейтинг от России впервые возглавил вагид Аликперов в состоянии 28,6 миллиардов. Но нужно сказать, что в российском списке Форбс появилось и много новых имен. Владелец сети светофор Сергей Шнайдер стал миллиардером. Издание оценивает состояние бизнесмена в 1,4 миллиарда долларов. В России появился новый IT миллиардер. Им стал владелец группы компании позитив Юрий Максимов. Рыночная стоимость пакета акций, которые принадлежат Максимову, достигла 1 миллиарда долларов. На прошлой неделе миллиардером стал Денис Фролов, акционер группы Астра, разработчика операционной системы Астра Линукс. А с 2015 года миллиардером является Евгений Касперский. Также супруги Александр и Наталья Луценко, в равных долях владеющие агропромышленной группой Содружества, таки стали миллиардерами. Состояние каждого составляет не менее 1 миллиарда долларов. Об этом пишет Форбс. Миллиардеров в России становится все больше. И многие из них становятся миллиардерами именно благодаря фондовому рынку. Если вы хотите тоже разобраться в фондовом рынке, то напоминаю, что в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии есть ссылка на мой совершенно бесплатный видеокурс по фондовому рынку. И там же вас ждет видеокурс по валютному рынку. Забирайте их прямо сейчас. Но у меня на этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Не забывайте поставить лайк. Напишите комментарий, что вы думаете по поводу новостей, которые мы сегодня с вами обсуждали. И проверьте подписку на канал. Всем успехов в инвестициях и торговле. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok